Александр Филиппович помнит до мельчайших подробностей, как он вместе с своими однокурсниками впервые пересёк КПП. Девять студентов Харьковского авиационного института приехали в закрытый город на преддипломную практику. Саров тогда только начал активно строиться. Дома со шпилем. Через швенник, а туда вниз, до самого озера, были деревья, сосны, берёзы, и там были теплицы, которые кормили через Орс город. Проработав несколько лет в отделе перспективных разработок в НИЭФ, Александр Филиппович продолжил трудовую деятельность в горкоме партии. За 40 лет он сменил несколько должностей. Листая альбом, он вспоминает тех, с кем пришлось работать бок о бок. Общаться приходилось и с Юлием Борисовичем, и с Борисом Глебовичем, и целым рядом. Лев Дмитриевич Рябьев работал. Это великие люди, это великие организаторы. Александр Филиппович отметил, что город активно развивался до перестройки. Постоянно строилось жильё, оперативно решали социальные вопросы. Самыми тяжёлыми были годы реформ. Впрочем, тогда приходилось буквально выживать всей стране. Мне пришлось возглавлять комиссию в институте. Месяц заканчивается. Из имеющей наличия финансов комиссионно решали, кому выплатить и сколько по заявлениям, а кому мы не могли этого сделать. Александр Филиппович отмечает, что ему довелось работать с великими учёными и организаторами. Благодаря их стараниям существует наш город и Всероссийский ядерный центр. На заслуженный отдых Александр Филиппович ушёл с должности главного специалиста социального развития в НИЭФ. Но и на пенсии его пытливый ум продолжает работать. Александр Филиппович много читает научно-популярную литературу и изучает вклад учёных-исследователей в развитие атомной отрасли.